С 1 января этого года необходимо подавать в налоговую инспекцию уведомление об исчисленных суммах налогов. Подскажите, когда оно подается и как правильно заполнить и предоставить документы в налоговую службу? Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов Предоставляется налоговый орган по месту учета налогоплательщика не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, следующими способами По телекоммуникационным каналам связи подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Через личный кабинет налогоплательщика подписано усиленной квалифицированной электронной подписью и на бумажном носителе за исключением налогоплательщиков указаны в пункте 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации. Распределение средств с единого налогового счета в счет уплаты налогов происходит на основании данного уведомления. В нем необходимо указать данные о платежах, уплачиваемых без декларации или до сдачи декларации или расчета, а именно о взносах за первый и второй месяц квартала, налога на доходы физических лиц, авансах по упрощенной системе налогоблажения, налогах на имущество, транспортного и земельного налога. Если нет начислений, то нулевое уведомление представлять не нужно. Одно уведомление можно подать по нескольким платежам. При этом, если допущена ошибка в реквизитах при представлении уведомления, то следует направить налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами только в отношении той обязанности, по которым допущена ошибка. Если ошибка допущена в сумме, то следует в новом уведомлении повторить данные ошибочной строки, а сумму указать новую. Если необходимо уточнить иные данные, такие как КБК, КПП, ОКТМО, отчетный период, то заполняется новое уведомление, где повторяются данные ошибочной строки с указанием в сумме 0, а в новой строке необходимо указать верные данные. Исправлять ошибки возможно до представления декларации по налогам. Обращаем внимание, по одному сроку уплаты сдается только одно уведомление об исчисленных суммах налогов и вносов. Повторное уведомление по этому же сроку и налогу считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.